Итак, коллеги, всем добрый день. Рады вас приветствовать на вебинаре компании NAC совместно с компанией Western Digital. Если нас слышно и видно, я попрошу вас в чат поставить плюсики. Если проблем никаких нет. Да, да, да. Давайте Григория еще. Если видно, нас в обоих. Я вам пригожусь. Андрей. Да, без него мы сегодня никуда. Все верно. Так, Андрей поставил плюс, значит, ему видно. Александр. Да, давайте подождем всех оставшихся, чтобы плюсов было побольше, чтобы мы уже могли начать. Наш замечательный вебинар. Так, Андрей Алексеев. Хорошо. Коллеги, прошу у вас всех, да, там, кто еще не видит, не слышит. Если вдруг какие-то проблемы, прошу написать об этом. Попробуем их решить. Так, ну, в целом, я вот смотрю в чат, коллеги добавляют, что все видно, всех слышно. Да, Григория тоже видно. Все замечательно. Роман, спасибо за обратную связь. Я думаю, что остальные к нам присоединятся, а мы будем начинать. Итак, давайте тогда начнем. Позвольте, я представлюсь. Меня зовут Сысоев Иван. Я руководитель отдела серверного оборудования в компании НАК. Сегодня у нас вебинар, посвященный решениям компании Western Digital, в частности, NVMe дисков. И сегодня мне будут помогать, собственно, это Григорий у нас, да, Никонов. Это инженер компании Western Digital, и он, собственно, сегодня расскажет о решениях. Также нам будет помогать Михаил Бертышев, модератор. Это коллега из компании НАК. Ну, тогда начнем. Григорий, вам слово. Да, да, Иван, спасибо. Так, коллеги, всем привет. Я рад, что у нас сегодня кворум уже, я вижу, собрался. Поскольку мы в сфере деятельности НАК редко появляемся, географически, да, я начну, наверное, даже с некоторого представления компании, чтобы было понятно, в каком положении и из чего сейчас состоит бизнес вестерна. А потом непосредственно перейдем уже к технологиям NVMe, к продуктам. Ну, и самое главное, к вашим вопросам, конечно, потому что я эти слайды рассказываю, они мне надоели, а ваши вопросы – нет. Вопросы всегда новые, вопросы – это всегда возможность узнать что-то, что наверняка осталось за скобками данной презентации. Поэтому давайте у нас начать сработать. У меня есть помощники, модераторы, которые, я надеюсь, будут прокидывать мне вопросы, которые я не буду успевать читать. Ну, и тема сегодняшняя, да, это NVMe, чем можно, как замена, по сути, SAT, SSD в серверных решениях. Чуть-чуть про нас, чуть-чуть про вестерн. Из-за чего вестерн сегодня состоит и чего состоит наш бизнес. Вестерн, по сути, такой, как он есть сейчас, это то, что сформировалось в результате объединения трех больших брендов, трех больших компаний. То есть в центре у нас ВД, да, ядро бизнеса, которое все давно знают, помнят, да, но ВД всегда был наиболее силен, сутки, в консюмерском сегменте. То есть ВД – это разноцветные диски, которые вы можете купить себе в магазине для установки в свой домашний компьютер, в NES. В ВД сильной интерпрайз программы, ну, по сути, никогда не было, да, то есть были заходы на интерпрайз рынок, но никогда это не было ключевым каким-то направлением. Интерпрайз по-настоящему появился у нас в портфеле с покупкой компаний HGST, она же тогда называлась Hitachi Global Storage Technologies, которая, по сути, была предъемником IBM и IBM-овского бизнеса по производству жестких дисков. То есть IBM придумал первый жесткий диск, дальше внутри IBM возоревало это подразделение, производило Харты. В 2003 году оно было продано японцам в компании Hitachi, и у Hitachi мы уже купили обновленную компанию HGST в 2012 году вместе со всем портфелем звездных устройств, ультрастар, дескстар и так далее. У нас была очень долгая Санта-Барбара, которая касалась антимонопольных разбирательств с китайцами, потому что у нас в некоторых частях рынка случались слишком большие доли, да, то есть в частности у нас получился совместный весторных HGST, огромная доля в десктопных решениях, и нам пришлось там свой десктопный бизнес отдать компании Toshiba. То есть если кто-то помнит, те времена, да, были ташибовские диски, у которых был двойной брендинг Toshiba, Toshiba, Hitachi. Но по сути большая часть enterprise продуктов, enterprise экспертиза и работа с качеством enterprise, она пришла со стороны HGST. Сейчас у нас процесс интеграции уже прошел, на меня уже ругаются, что я оставляю слайды с HGST, но я считаю, что это, в общем, наше прошлое, это то, как наши продукции помнят, да, но сейчас, по сути, бренды HGST, сейчас железки под брендом HGST уже купить на рынке нельзя, они уже полностью интегрированы. Мы оставили торговую марку UltraStar, да, если вы видите где-то Western Digital UltraStar, по сути, это наследие оттуда, да, это те самые диски, Hitachi. Ну и важнейшей вехой для нас была, конечно, 16-й год, когда мы купили компанию SanDisk. SanDisk – это не только те парни, которые делают флешки USB-шные, да, и карточки для наших мобильных телефонов. SanDisk совместно с Toshiba, если мы посмотрим, они владеют, ну, мы, да, совместно с Toshiba, теперь переименованы в Kioxia, мы владеем огромным NAND-производством в Японии, с которого выходит, ну, наверное, год от года где-то около 30% мировой флеш-памяти. Ведь всего на рынке, на самом деле, не так много производителей флеша, и поэтому играть во флеш, играть в SSD, не имея своего NAND – это крайне стремная история. Потому что только чуть-чуть где-то кто-то из больших игроков где-то что-то перекупил на там Amazon или Apple сегодня вышел, сказал, знаете, нам надо чуть-чуть, ну, там, процентов на 15 больше флеша, чем мы заказывали. В мире случается дефицит флеш-памяти, и те производители SSD, у которых нету своего NAND-а, они тебя-то ждут, потому что им NAND не прилетает. Поэтому, естественно, мы, желая диверсифицироваться в сторону SSD, нам очень нужно было свое производство флеша, и в первую очередь, наверное, из-за вот этой NAND-фабрики, и во второй очереди из-за очень большой SSD-шной экспертизы в производстве контроллеров, мы купили компанию SanDisk. Опять же, она максимально сейчас у нас интегрирована, и в Enterprise вы сейчас уже не узнаете продуктов SanDisk, то есть они будут, опять же, продаваться как Western Digital. Но SanDisk, как сильный бренд, он остается там, где он силен, в тех самых киосках метро, в тех самых салонах связи вы будете видеть SanDisk-флешки, SanDisk-флешки, SanDisk-флешки. То, что на сегодня представляет из себя Vestor, да, продукт, портфель продуктов, конечно, огромный, учитывая все эти слияния, поглощения, разные сорта бизнеса, то есть мы играем на рынках, начиная от самых маленьких компонентов, да, то есть мы выпускаем, продаем просто сырой NAND, да, там, чипированный, корпусированный в чип, всякие маленькие карточки абсолютно разных форматов под распайку, там, в какие-то имбивид устройства, да, огромный, огромный портфель клиентских продуктов, которые, ну, я как инженер практически не трогаю, да, то есть они продаются сами по себе, вот, то есть это и переносные диски, которые в рабочей станции можно установить, вот, ну, и, наверное, один из ключевых частей нашего портфеля – это Enterprise, начиная от Enterprise устройств, да, то есть Enterprise SSD, Enterprise Hard Day, которые, наверное, ядро все-таки для нас Enterprise, самые большие объемы, и заканчивая уже чуть более тяжелыми решениями, это дисковые полки, это Storage сервера, и сейчас мы активно выходим на рынок NVMe Over Fabric решений, у нас буквально два дня назад был анонс нового NVMe Over Fabric полочки, я думаю, что если мы поймем, что она нашему рынку актуальна, что спрос есть, мы отдельно про нее поговорим, потому что история довольно прикольная, то есть мы купили компанию Cousin Network, которая производит чипы, бридж, да, такой NVMe в интернет, и на базе у нее мы, я думаю, что будем делать довольно интересный продукт. Вот, ну вот, так вот, такой портфель, по сути, да, ну и переходим к NVMe, да, для того, чтобы обсуждать NVMe, надо, наверное, чуть-чуть погрузиться в S-Mobile, чтобы понять, откуда вообще люди растут, ради чего NVMe сделали, да, как протокол, как технологию, потому что когда SSD только-только появились, поступили очень просто, да, и вообще не стали ничего придумывать, взяли имеющийся форм-фактор, взяли имеющийся протокол подключения, пришили к нему, пришили к нему, по сути, флэш, да, и поставили в сервер, как будто это тот же самый жесткий диск. И поскольку у нас скорость доступа в Nant, она на порядке выше, чем скорость механики, да, скорость работы руки, привода жесткого диска, естественно, заказчики, они все, ну, там, моментально увидели преимущество, причем, ну, такое кратное, вот, и долгое время этого было всем достаточно. То есть, я сказал, ну, и прекрасно, да, мы там прицепили флэш к SAS, прицепили флэш к SATA, у нас там упали задержки на два порядка, а у нас выросла в три раза производительность, ну, и круто. Ну, а по мере того, как технология SSD развивалась, стало понятно, что, в общем, это решение, оно было там скорее временно, да, то есть что SATA, что SATA, потому что оба протокола, они, во-первых, старые, во-вторых, они очень сильно завязаны на механику, да, то есть когда они создавались, они создавались исключительно для работы с механическими устройствами, и с точки зрения протокола, это главным образом манифестировалось в том, что у них нет абсолютно никакого расчета на параллелизм, да, то есть они рассчитаны на работу, по сути, с одним рабочим телом, да, то есть если это жесткий диск, то у нас одновременно в жестком диске работает одна головка, да, будь то читающая, будь то пишущая. Если это CD-ROM, опять же, один лазер, если это лента, одна голова в драйве у нас пишет, то есть это первая проблема, которая стала понятна уже на раннем этапе, потому что флэш, с ним очень круто работать параллельно, да, то есть у нас есть куча, куча чипов флэш-памяти, у нас есть контроллер, у которого есть куча каналов в эти чипы флэш-памяти, но при этом протоколы у нас заточены под работу с одним рабочим телом, да, и у нас получается такая нестыковочка, да, то есть мы не можем с помощью SAS и SATA протокола раскрыть все возможности флэша с точки зрения параллелизма. Ну и второе, это, конечно, то, что протоколы, протоколы старые, старые – это не обязательно плохо, да, но в случае с SAS и SATA, это значит, что они за эти годы, они стали тяжеловесными, да, то есть они, ну, смотрите, история, да, SAS и SATA, она восходит к началу 80-х, даже к концу 70-х, ну, 40 лет, да, 40 лет впитанных технологий обратной совместимости, и вот весь этот багаж им надо, по сути, тащить, да, поддерживая на несколько поколений назад. И это как бы круто, когда у нас, мы можем подождать, да, то есть когда у нас, когда мы понимаем, что у нас работает, там, не знаю, тейп, либо у нас работает жесткий диск, мы понимаем, что у нас миллисекундные задержки, в любом случае, у нас там скорость прохождения команды через тэк, она, в общем, не сильно волнует. Но когда у нас там счет на микросекунды идет, да, мы как бы хорошо бы протокол облегшить, сделать его чуть-чуть, там, потоньше, чуть-чуть сбросить с него багаж, да, не прекратить делать капремонт хрущевки, да. Поэтому, собственно, возникла идея написать новый протокол для работы с твердотельщиной с нуля, и под это дело организовались самые заинтересованные игроки на рынке, да, то есть это там с точки зрения клиентов, там, Facebook, Oracle, Microsoft с точки зрения изготовителей оборудования, ну, по сути, все староджовые, часть даже не очень староджовых вендоров, да, то есть они собрались, там, эти 13 парней, или сколько-то их там было, 12, сказали, слушайте, давайте мы что-то сделаем, вот у нас есть на нас, на всех куча таланта инженерного, давайте что-то напишем. Организовалась так называемая промоутерская группа, которая придумала, что это все будет называться Non-Volatile Memory Express, и выпустили, написали первую ревизию стандарта еще в далеком 11-м году, то есть сейчас, к сегодняшнему моменту уже там у нас NVMe стандарт 1.4, прошло 4 таких очень-очень серьезных изменений, очень серьезных релиза, эта компания вся там реорганизовалась уже сейчас, это такой non-profit серьезный в Америке, но идея осталась та же, да, то есть, во-первых, стандартизовать, стандартизовать работу с флешом, в частности, стандартизовать работу с флешом, который у нас висит на PCI-шине, потому что на устройств, которые работали на PCI, к тому моменту было полно, то есть вот там 11-й, 12-й год, много компаний выпускали PCI-ные ускорители для бан, там, будь то Fusion, будь то Virident, Estek, у всех были какие-то, то есть когда стало понятно, что SATA это все-таки туговато, да, хотелось повесить флеш как можно ближе к парацу, да, и поэтому его пытались втянуть на PCI-шину, и все эти попытки, они, естественно, были там в разной степени успешности, но у каждого был свой подход, и это все очень сильно было проприетарно, то есть у нас не было никакой интерсовместимости между устройствами и драйверами от разных производителей, там, драйвер от Fusion был доступен под такие-то, такие-то ядра Linux и там, под Windows, драйвер от Virident был в DSX, ну, вот так вот, да, то есть первая идея, первая задача, по сути, в появлении NVMe была стандартизовать весь этот бардак. Вторая задача, ну, постулат, который делался, что мы делаем NVMe стек не только под сегодняшний флеш, не только под нам технологию, на которой основаны там все флеш-диски сегодняшнего момента, но и с заделом, понимая, что мы, что на рынке разрабатывается еще куча технологий энергонезависимой памяти, да, то есть мы так одним глазком в это будущее заглянули, нам позволило заглянуть, да, Intel с Micron, когда выпустили свою технологию Optane, да, то есть про нее тоже можно очень долго говорить, про физику ее, на самом деле это крутейшая абсолютно вещь, да, то есть несмотря на то, что опять же там вся эта идея энергонезависимой памяти на перемене фазового состояния, она там из 70-х, да, вот реализовать ее так, как ее реализовали в Optane, но это правда круто, и достоинство NVMe в том, что заранее, когда этот протокол писался, он уже в себя включал фундамент, да, что он будет, это будет тот же самый протокол, да, то есть сейчас после Optane появится там на подходе еще 5-6 технологий энергонезависимой памяти, основанной на абсолютно разной физике, на спинтронике, резистивная память, что угодно, вот для нее, для всей NVMe протокол будет подходить, он изначально проектировался для того, чтобы он работал не только с NAND. Ну и третий момент – это то, что технология задумывалась как универсальная, то есть это не случай с SAS, да, который там относится, ну, там, 99% случаев только к интерпрайзу, там, двухпортовость, там, все вот эти штуки реализованы, технология была заранее, протокол разрабатывался с учетом того, что устройства будут разных классов, будут устройства интерпрайзные, будут устройства клиентские, будут устройства мобильные, да, и они все должны как бы соответствовать этому стеку. Вот там три такие дороги, да, основываясь на которых делался протокол NVMe, да, и мы не будем там суперглубоко в технические основы вдаваться, я какие-то основные вещи отмечу, которые на самом деле NVMe выделяют в этом все. Да, первое, как я сказал, мы решаем проблему параллелизма. Это то, что нужно было убрать в первую очередь, тот bottleneck, который мешал жизни на имеющихся протоколах, да, то есть вот это одна несчастная очередь в SaaS и SATA неглубокая, которая становилась просто тормозом для работы флэша. С NVMe сказать, что все, делайте, что хотите, да, то есть у нас есть возможность организовать, ну, там, на самом деле, 65 тысяч очередей по 65 тысяч команд глубиной, да, то есть если упороться, да, и иметь там рядом электростанцию и большую-большую плату, куда можно распаять очень много флэша и очень много-многоканальный контроллер, да, можно сделать устройство, у которого будет 65 тысяч очередей, и оно без проблем заведется под имеющимся NVMe стеком. Естественно, имеющиеся устройства, они не используют всех этих, там, тысяч очередей, но в любом случае это, как бы, возможность на текущих устройствах делать десятки очередей большой глубины, которые очень сильно снимают, да, вот, боттлнэп. Второе – это решение проблем old score, да, то, что у нас там протоколы SaaS и SATA, они обросли багажом, да, то есть если посмотреть, SATA – это 150 команд, больше сотни команд legacy, которые относятся к предыдущим ревизиям протокола, которые нужно тащить вперед с каждой новой ревизией стандарта, потому что иначе у вас старые диски работать не будут. Такая же история еще хуже со SCAZ, да, потому что SCAZ более тяжелое с точки зрения количества команд протокол, и он тащит еще больше багажа, там, 250 с лишним команд, которые нужно тащить за собой. NVMe – 13 команд. Вот весь протокол легковесный, обязательным для исполнения всеми устройствами, которые работают по протоколу NVMe – 13 команд. Поэтому очень-очень легкий, очень быстрый драйвер, он его очень легко отлаживать, и очень легко включать в состав операционной системы. То есть у нас NVMe, по сути, сейчас работает с универсальным драйвером. Есть еще какие-то маленькие отголоски проприетарщины, да, то есть есть еще операционные системы, которые через универсальный драйвер не все могут делать, не могут делать какие-то вендорские специфические штуки, но, по сути, любая современная операционка, у нее есть инбокс-драйвер, под которым у вас заведется любое, должно завестись любое NVMe устройство, которое вы туда только не поставите. И это круто, да, то есть мы отказываемся от того, что вот мы чешем репа, какой версии у вас драйвера там, когда у кого вы его скачали, с какого зеркала, вот, инбокс. Дальше как бы техника, дальше разгрузка процесса идет, да, то есть с точки зрения управления прерыванием, да, мы понимаем, что у нас вся эта ботва, она будет работать вот в текущих реальностях, в реальности многоядерных процессоров, да, это значит, что надо нагрузку умело распределять по ядрам, умело распределять по нум-нодам, да, и вот это все, опять же, вся эта поддержка, она заложена в стандарт NVMe, там, с точки зрения того, как мы оперируем прерываниями, с точки зрения того, как мы дергаем наш процессор, даже не задергать, потому что вот вывод NVMe может прокачать очень много, да, и если мы будем, там, возьмем сегодняшний самый быстрый NVMe диск, там, на PCI-4 шине, это 8 гигов в секунду, мы представляем, что мы, там, шлем 8 гигов в секунду по протоколу SAS, по протоколу SATA, простите, да, то есть мы процессор просто убьем, потому что будем его дергать, дергать все время, потому что такой объем информации. NVMe изначально делается так, чтобы процессор разгружать. Ну, и, там, всякие прикольные тоненькие настройки, которые оптимизируют работу NVMe все-таки под малый блок, то есть мы понимаем, что зачастую будут NVMe-карщики использоваться как ускорители для, либо как primary storage для баз данных, поэтому они должны хорошо работать в рандомном режиме на блоке 4K, поэтому там есть определенная оптимизация в эту сторону. Ну, и тут даже подтягивается привычный нам функционал, который, например, мигрирует с SAS, да, то есть мы понимаем, что есть офигенные технологии SAS, которые позволяют нам делать отказоустойчивые решения. Да, у нас двухпортовый SAS-диск, двухпортовая, там, двухконтроллерная система, два сервака, два конца туда торчат, все круто, у нас есть полная высокая доступность. То есть с PCI мы это все реализовать чуть-чуть сложнее, да, то есть нам нужно придумать какой-то выносной PCI для того, чтобы с двух портов достучаться. Но, тем не менее, NVMe-протокол, он в себя включает заранее поддержку многопортового доступа мультипасса, да, то есть у нас есть NVMe-устройства, у которых там четыре линии PCI, они поделены пополам, то есть две линии могут приходить с одного хоста, с одной стороны, две линии могут приходить с другой, то есть они нам позволяют делать высокодоступное решение. Ну, вот как бы вот так вот, то есть основные такие фишки, которые были заложены в протокол NVMe с самого начала. Ну, и если вот совсем как бы упростить до уровня квадратиков это все, да, мне становится очень понятно, на мой взгляд, очень наглядно, да, то есть где у нас там случается профи, да, то есть первое, что мы делаем, сейчас попробую порисовать, наверное, да, первое, что мы делаем по сравнению с SATA, ну, да, банально увеличиваем скорость шины, да, то есть если для SATA 600 мегов в секунду это абсолютный предел, то мы можем делать что угодно на PCI, да, мы можем делать четыре линии третьего PCI, мы можем делать восемь линий PCI, там, в теории никто нам не мешает сделать 16 линий PCI, PCI стандарт прогрессирует, то есть шину просто тупо по скорости мы можем увеличивать, масштабировать, ну, там, в десять раз относительно того, что умеет SATA на сегодня. Второе, что мы делаем, мы меняем стэк, да, то есть тот самый HCI тяжеловесный, долгий, там, одноочередной, мы меняем на быстрый NVMe. Да, мы увеличиваем очередь. SATA одна очередь, 32 команды. NVMe 65 тысяч очередей, 65 тысяч команд, в теории, да, в пределе. Еще один момент, мы убираем посредников, посредники должны уйти, NVMe у нас висит, поскольку напрямую на PCI, ну, то есть понятно, что здесь где-то, там, в случае больших систем, вот здесь вот могут быть PCI свечи, да, то есть если мы понимаем, что у нас, мы хотим больше PCI линии, мы хотим больше поставить NVMe Drive, чем у нас есть PCI линию процессора, мы проектируем систему, в которой будет стать PCI свечи, он будет вот эту проблему множество к множеству решать, да, коммутировать. Но в самом простом случае у нас прямое соотношение, да, одна, там, четыре линии PCI идут напрямую, там, в четыре дырки в процессоре, минуя все, да, минуя всех посредников. По сути, за счет этого мы в те узкие места, которые есть у нас в сторидже, которые тормозят нашу физику, да, которую, там, физику, уже за физику отвечаем мы, то есть за то, чтобы флэш работал быстро, за то, чтобы контроллер работал быстро, это наши ответственные, да, протокол должен нам убрать все помехи между, там, нашей зоной ответственности физика и между зоной ответственности интела в процессоре. И вот эта вот часть NVMe, вот он убирает, наверное, все преграды, которые там только могут быть. Ну, эволюция, мне это кажется интересным, да, то есть как NVMe устройства развивались в последнее время, для того, чтобы просто показать, как менялись их задачи, как менялось их восприятие рынка, да, то есть когда первые NVMe карточки появились, все сказали, ух, черт возьми, это же, вот, это супер-супер вещь для ускорения баз данных, да, поэтому первые устройства, они были вот туда, они были из того лагеря, как все привыкли видеть PCI, супер дорогие, супер быстрые карты, жрущие там от 25 до 50 ватт, никого не интересовала возможность горячей замены на тот момент, да, то есть вот втыкали в PCI-слот, клали туда кэши базы, отсюда все пошло, и во многом отсюда, и поскольку у нас там вся пресса, вся база знаний, которая есть вот у нас коллективно, которая хранится в интернете, она всегда такая немножечко инертная, да, то есть там человек идет в интернет, читает там NVMe, ему там возвращается результат там с форумов 2014-2015 года, где написано, да, дружище NVMe крутой протокол, но он стоит там, устройство стоит как чугунный мост, но оно дает тебе миллион авиасов, разгоняет твою базу. Во многом заказчикам сейчас NVMe оно воспринимается именно так, да, вот как эти штуки, как перформанс, как дорогие, дорогие, очень-очень мощные устройства, которые нужны там, где у вас там нету достаточно умных программистов, чтобы написать хороший код для базы знаков. Но на самом деле эти времена прошли, и прошли они довольно быстро, то есть NVMe очень недолгое время уживалось вот этой низшей перформанс, оно очень быстро пошло в массу, да, то есть NVMe пошло в клиентскую историю, да, то есть стали появляться NVMe накопители в форм-факторе M.2, которые там круто ставить в ноутбуке, в рабочие станции. Да, Intel первый предложил геймерские NVMe-ускорители в форм-факторе PCI, да, но сделанные, естественно, с клиентскими, по клиентским стандартам, без защиты от отключения питания, с другим флэшом, с другим кэшированием, там и так далее, да, то есть вот удешевленный такой вариант для энтузиастов. Ну и сейчас понеслось, да, то есть по сути сейчас сложно придумать форм-фактор, в котором NVMe нету еще, да, не реализован. То есть появились BGA-чипы, да, то есть чипы с контактными площадками, которые по сути там вот в таком формате представляют из себя целый SSD-диск, который берется, распаивается на телефон, там, на мини-компьютер, куда угодно. Появились разные форм-факторы для того, чтобы максимально плотно забивать NVMe в сервах, да, то есть я говорю про вас, рулер, да, то есть вот EDSFF в различной длине, это новый переходящий форм-фактор, который будет позволять эффективнее использовать NVMe-диски в одноюнитовых серверах, потому что одноюнитовый сервер – это рабочая лошадь высокой технологии, да, то есть как бы удельная стоимость процессорной мощности в одноюнитовом сервере, она, наверное, минимальна из всего. То есть как только мы идем в два, в четыре юнита, мы начинаем пропорционально переплачивать за сервер... непропорционально переплачивать за серверную платформу, поэтому заказчик хочет один юнит и утыкается в то, что в одном юните мало... как это... real estate, да, мало места для того, чтобы сторож втыкать. Поэтому давайте мы сделаем вот такую вот установочку, чтобы мы в один юнит могли 32 NVMe-диска, наверное. Ну, то есть 4-факторы расползаются. Одна из основных проблем, которая с самого начала была понятна, что будет у NVMe – это фабричное подключение. Ну, то есть все понимают, что ладно, в одном сервере, в одной голове можно придумать PCI, все, здорово, быстро, но как ты вынесешь ее в сеть? Потому что заказчик помнит еще, что такое SEND, заказчик помнит еще, что такое сетевые устройства хранения. И поэтому технологии NVMe Overfabric, они давно были как бы на прицеле, и сейчас, наверное, по сути, они... это первые годы, когда они становятся уже де-факто стандартом, и начинается их взлет с точки зрения внешних систем хранения. То есть это тот же самый NVMe-протокол, ни во что особо не инкапсулированный, который передается по текущим каналам информации, будь то из них там RDMA, Ethernet, будь то Faber Channel, даже в чём же. Вот. Соответственно, этой эволюции изменялись, да там, в курице, яйцо, да, кто главнее, кто первичный, кто вторичный, но изменялись и задачи для NVMe. И в начале это, безусловно, были базы, да, то есть это были самые тяжёлые, самые нагруженные OLTP решения, которым крайне важен был быстрый случайный доступ, то есть это кэширование баз, это у кого было много денег, это не просто кэширование баз, а это прайморис, хранение для базы, да, то есть всю целиком базу запихать там в пару зеркалированных больших NVMe-мишек, и всё, забыли про проблему. Но постепенно эта ниша, она опять же пошла расширяться, то есть у нас NVMe пошёл в софтверный сторож, то есть стали писать софтверные хранилки для реализации на NVMe. NVMe пошёл в клауд, NVMe пошёл в виртуализацию. С точки зрения игроков он пошёл в игровые, в настольные компы. На NVMe реализовывается технология расширения памяти, да, то есть настолько быстрый протокол, что, в принципе, если извернуться, то можно взять и сторож устройства использовать как дополнение к оперативной памяти. Да, это может быть оптам, да, у которого физика просто быстрая, она позволяет такие вещи делать, но это можно делать даже с NAND-устройством, да, то есть у нас есть накопители, NVMe-накопители, которые мы переформатируем под большой износ, да, и с помощью софта заставляем операционную систему видеть эту штуку как оперативку. И это возможно только потому, что у нас такие низкие задержки на PCI-решении, такой быстрый NVMe протокол. Ну и там в клиентские устройства NVMe пошёл уже давно, то есть я показывал в старых своих презентациях слайд, где народ там поковырялся в дейлбрейкнутом айфоне, поняли, что с шестой версии в айфоне весь сторож на NVMe находится внутри, работает по NVMe протоколу. Ну и самое, наверное, главное для многих из нас, да, для многих из нас, кто считает деньги, да, происходит именно сейчас. Вот сейчас происходит самый такой вот тот самый вкусный момент, когда у нас случается кроссовер по цене. То есть очень долгое время NVMe спускалась со своих вершин стоимости, да, то есть, как я сказал, очень долго NVMe вообще воспринималась как что-то запредельное, супердорогие накопители. Потом все стали понимать, что, ну нет, они как бы стоят человеческих денег, но всё равно дешевле пойти купить SATA, даже SAS дешевле купить. Но сейчас настолько отбились уже, настолько отбились уже инвестиции в разработку, что, по сути, все пришли к пониманию, что в любом SSD 80-90% стоимости – это флэш. Ну, то есть, ну, там флэш, контроллер, оперативный памятник, но за протокол деньги не берут. А если мы возьмем накопитель на сегодняшний момент, интерпрайзный SATA, возьмем интерпрайзный NVMe, флэш у них один и тот же. И поэтому смысл, почему NVMe должен быть дороже, этот смысл, он теряется, да, то есть там есть какие-то рыночные, понятно, расчеты, но с точки зрения БОМа, с точки зрения производства, в производстве эти устройства они одинаковы сейчас. И поэтому и на рынке случился кроссовер, когда цены за гигабайт на NVMe накопители в интерпрайзе, они сравнялись с ценой за гигабайт на интерпрайзном же SATA SSD. И вот это, на мой взгляд, это та точка, после которой ваш заказчик, он должен очень сильно начать чесать репу, если он использует SATA SSD. А почему? Почему я до сих пор на SATA, который дает мне в пять раз меньше производительность, когда за те же деньги, не меняя по сути ничего в своей инфраструктуре, я могу использовать в пять раз более быстрые накопители. Вот, на мой взгляд, это вот последняя, последняя должна быть такая хворостинка, которая тренда должна переломить, потому что по всем прогнозам последних трех-четырех лет SATA в интерпрайзе должен умирать в SSD, потому что у нее нету… Вот ровно одно преимущество у SATA в интерпрайзе – это то, что SATA SSD, SATA диск можно поставить в любую дырку просто в любом сервере. То есть у любого сервака так или иначе будет SATA-контроллер на борту и бэкплейн, который будет принимать эти SATA диски. Все. Кроме этого, у SATA на сегодняшний момент преимуществ не осталось. Поэтому как только идет переход на новую серверную платформу, как только идет цикл модернизации инфраструктуры, если в инфраструктуре появляются NVMe и бэкплейны в серверах, все там… Ну, я не вижу их разумных технических причин, по которым SATA не будет меняться. То есть с SATA понятно, у SATA есть своя ниша. SATA это все-таки двухпортовые внешние выносные решения. То есть двухпортовый доступ на SATA понятен и намного более зрело реализован. С NVMe еще пока там где-то сложно PCI наружу вынести. То есть внутри одного сервера, мне кажется, это как бы уже данность. Ну и, собственно, железки. То есть мы сегодня говорим про модель SN640. Она для нас довольно свежая. Но чуть-чуть, наверное, про сегментацию NVMe. Как я сказал сначала, NVMe – это были мощные-мощные устройства. И эта ниша, она осталась. То есть по-прежнему под LTP, под тяжелые кэширующие нагрузки. NVMe востребован. И есть задачи, где нужно самое-самое-самое быстрое. И эти устройства, они действительно дороже. Потому что там больше каналов у контроллера, там больше кэша, там больше объем флеш-памяти. Это то, что называется high-end performance NVMe устройства, которые самые главные отличительные черта, на самом деле, по которым их очень легко выделить, читая дата-шит, – это потребление питания. То есть если мы видим потребление питания около 20 ватт, мы знаем, что мы работаем с high-end NVMe устройством. Это самое мощное, что только есть в линейке. Оно ориентировано все-таки на нишевые быстрые задачи. Под вот этой вот рыночной полосой лежит рынок так называемых essential или mainstream NVMe устройств, которые рассчитаны на работу с меньшим питанием, соответственно, на меньшую производительность и на меньшую стоимость. И вот в нашем случае SN640, он оттуда. То есть он не будет самым быстрым NVMe, который вы увидите в своей жизни. Даже у нас, я не говорю про конкурент, даже у нас есть более быстрые NVMe-нишки, которые работают быстрее, чем это. Но его предназначение играть вот в этой нише от 10 до 12 ватт по питанию, он тоненький, он 7-миллиметровый, то есть он в форм-факторе саташных, по сути, дисков. То есть если мы смотрим на 25-ваттные, 20-ваттные NVMe-нишки, они толстые, как правило. Это 15 миллиметров для того, чтобы рассеивать огромное количество тепла, которое они генерят. Это устройство тоненькое, генерирует немного тепла, потребляет немного питания, и, соответственно, у него компромиссные характеристики по скорости. То есть это где-то 470 тысяч айопсов на рандомное чтение, в районе 65 тысяч айопсов на рандомную запись. То есть, по сути, если вы посмотрите, прицел для этой штуки – заменить собой 3-4, может быть, даже 5 саташных SSD. Не больше, то есть не бить миллионные рекорды, потому что часто, когда я заказчику рассказываю про NVMe, он говорит, что не столько не надо. Да, вот у меня в серваке стоит 4 саташных SSD, они у меня, в общем-то, справляются. И такому заказчику нести NVMe, который самый лучший в классе, безусловно, но будет стоить ему дороже, смысла нет. То есть задача вот этой конкретной модели, по сути, заменить собой 4-5 саташных SSD в паре, в зеркале, работать, убрать лишние накопители из сервера, освободить, разгрузить его посадочные места с приростом за те же деньги. Вот прицел туда. Но с точки зрения форм-факторов основным, конечно, остается форм-фактор 2,5 дюйма с разъемами, современными разъемами U2. Понятно, что форм-факторов есть больше. То есть мы ту же самую модель на той же самой архитектуре выпускаем и в форм-факторе EDSFF, форм-факторе рулера. Ее пока нет на рынке, она появится чуть позже. И в длинном M2. С длинным M2 отдельная история. Это штука, которая крайне плохо подходит для канальных продаж. Потому что все сервера разные, а M2 – это очень компактный форм-фактор. И для таких быстрых штук, которые так сильно греются стрёмно, все-таки нужно проектирование охлаждения. Поэтому, как правило, это все-таки устройство для интеграторов, которые собирают свои серваки. Они квалифицируют у себя эти штуки, подбирают под них охлаждение, подбирают под них радиаторы, основываясь на модель сусе. Поэтому просто так в канале покупать фор-факторы M2, таких мощных накопителей, я бы не рекомендовал. То есть я бы все-таки обращался к традиционным U2 фор-факторам, потому что вот эти клетки для дисков, они всегда как бы… Их продумано охлаждение более-менее. С точки зрения ресурса, мы по DWPD играем в 0.8.2 DWPD. На самом деле, это сейчас как бы штука очень сильно размывается. Сейчас это какие-то уже больше маркетинговые войны, и кто как там в какой тендер пропишется, потому что сейчас перестали другие конкурентные вендоры следовать рекомендациям GDEC по расчету эндуранса. И если открываешь их дата-шит, там куча сносок на то, как они считают свои DWPD, какое количество лет. То есть если раньше более-менее все считали одинаково в соответствии с 219 стандартом GDEC, то сейчас как бы вот эта вот база, она поплыла, база для сравнения. Но для ориентира это по-прежнему работает. То есть мы предлагаем в России модели с 0.8 DWPD. Мы не стали даже нотификации подавать на 2 DWPD, потому что мы даем своему заказчику возможность ресурс и характеристики по производительности дисков менять. То есть мы говорим, что, дружище, вот у нас есть стандартная наша емкость, которую вы можете купить 768, 384, 192, 960. Если вас это не устраивает, если вам мало эти самые 0.8 DWPD, если вы знаете, что у вас больше будет нагрузка на случайную запись, пожалуйста, мы даем вам вот эту табличку, которая позволяет вам знать, как изменятся характеристики накопителя, если вы уменьшите его объем. То есть объем уменьшается просто одной командой операционной системы из OpenSource утилит. Но по сути там самые две типичные точки – это те самые 0.8 и 2 DWPD. То есть мы говорим, что если, дружище, ты возьмешь 768, поменяешь его размер на 6,4, ты получишь 2 DWPD. Но если тебе нужно что-то другое, пожалуйста, никто тебя не останавливает. Ты можешь уменьшать объем меньше, уменьшать объем еще больше, получать другие показатели по ресурсу, жертвуя емкостью. И это крупный заказчик очень это ценит. Потому что они говорят, ну, мы там купили коробку этих Anvime, сегодня они у нас пошли в систему, которая загружена на запись. Завтра мы хотим их перекинуть в отчетность, где в них вообще никто ничего не будет писать, будет только читаться. Они берут, форматируют ее по емкости, увеличивают емкость, снижают ресурс, либо наоборот, могут очень гибко в рамках своего серверного парка эти модели использовать. С точки зрения производительности, как я сказал, мы не будем бить каких-то сверх рекордов. То есть будут накопители медленнее, будут накопители быстрее наших. Мы ориентируемся все-таки на конкуренцию с большим количеством саташных дисков. Поэтому прицел, наверное, с точки зрения производительности был сделан на еще одну метрику, которая крайне важна. То есть это не только EOPS, не только те самые мегабайты в секунду, которые все считают, но задержки. Потому что в итоге наши пользователи, они чувствуют на себе задержку, которую дают нам сторож. Они там редко... То есть это мы чувствуем скорость. То есть мы там, когда делаем какие-то баллы, большие объемные операции, мы чувствуем скорость. У нас сегодня отчет отработал за 40 минут, мы перевели его на более быстрый диск, он отработал у нас за 10 минут. Если мы работаем с конечным пользователем, ему важно время отклика, как быстро, насколько респонсив у него подседает. Это подсистема хранения, а это задержки. И с задержками мы работаем в первую очередь для того, чтобы они у нас не плавали. Они у нас были предсказуемы, они у нас были ровненькие. И то же самое касается консистентности производительности. То есть с точки зрения EOPS я видел там за последнее время много графиков тестирования производительности конкурентных, реально расчески. То есть они могут быть быстрее, но они скачут вот так. То есть в одну секунду у него 120 тысяч EOPS, в другую секунду у него 40 тысяч EOPS, в третью секунду у него опять 110 тысяч EOPS. То есть вот такая расческа, которая в среднем может давать больше производительности, чем у нас, но опять же зависит от того, от использования. То есть в нашем случае у нас отклонение, то есть если вы запустите FIO на нашу штуку, у вас будет прямая линия с точки зрения производительности. То есть никаких скачков, никакой расчески мы укладываемся там в... Мало того, что мы укладываемся очень ровно в линии между плюс 10% и минус 10% от средней. У нас еще там отклонение 0,11%. То есть она практически не колеб... То есть суперстабильный, равномерно работающий контроллер. Что на чтении, что на запись. На чтении не так критично, наверное, намного важнее запись. Что еще? Совместимость. Совместимость крайне важна. Мы тестируемся изо всех просто сил со всеми вентами. То есть я не буду тут показывать, что происходит в EMA, потому что мы стараемся EMA в бизнесе не мешать. То есть грубо говоря, если мы этот накопитель предлагаем там внутри сервера Oracle, мы стараемся не говорить там на каждом шагу, что, чуваки, вы можете купить этот накопитель не Oracle, вы можете купить его у нас там в три раза дешевле поставить. Я Oracle для примера привожу, совершенно не обязательно, что это так. Но из канальных вендоров, конечно, в первую очередь оттестировались с Micro. То есть мы находимся в списке совместимости Micro. У нас есть хорошие референсы, как работает наше устройство в шасси Supermicro. С точки зрения операционок, это все версии Windows Server, начиная с 12 и заканчивая 19. Естественно, любой Linux. ESX, ESX, начиная с 6-7 до 7-ки. Ждем сертификат публикации отчетов от Intel по совместимости с VROC, с их аппаратно-софтверным RAID и с Broadcom. Мы совместимы с точки зрения аппаратного подключения, подключения к RAID. Очень часто возникает вопрос, как RAID. То есть, наверное, одна из основных историй, что делать с Android с точки зрения RAID. На самом деле вариантов много. Начиная от того же самого VROC, заканчивая софтверными RAID уровня операционной системы. Вот мы сейчас очень плотно работаем с парнями из RAID, у которых помимо основной их линейки RAID X5, у них есть еще подмодуль под названием RAID XR, который является модулем ядра для Linux, который написан специально для того, чтобы делать эффективные RAID на SSD под Linux. Сейчас на их вот этой эре мы получили в тестах в Англии с компанией Boston, мы получили, не соврать, 20 гигов в секунду, 8 миллионов IOPS'ов софтверного RAID на вот этих вот штуках, на SN640. Поэтому, если вам нужен софтверный RAID, для того, чтобы это быстро работало, на большом количестве NVMe устройств, приходите, мы вас познакомим с RAID X, научим. То есть у них есть бесплатные варианты, можно до 4 NVMe устройств бесплатно объединять в быстрые RAID с помощью RAID. Если вам нужно больше строить, это всегда вариант. Я надеюсь, что мы опубликуем какое-то реально серьезное исследование на эту тему с точки зрения производительности, в сравнении с аппаратным решением, с Broadcom, может быть, мы совместно с Ярославом это делаем, и, наверное, сравнение с Verok'ом тоже. Ну и так чуть-чуть, да, доберем немножко VD Gold. Как вы знаете, у нас есть не только линейка UltraStar, у нас еще есть Enterprise линейка VD Gold, в которую, как правило, попадают те же самые UltraStar, но в упрощенном варианте, для того, чтобы максимально упростить заказчику муки выбора. То есть в случае с хардами у нас в VD Gold попадают серверные модели саташные, с блоком 512, без шифрования, без ничего. В случае с NVMe у нас точно так же есть модель VD Gold NVMe, в которые попадают все те же емкости, да, просто ее можно купить по каналу VD, не по каналу XHGS, конечно. Вот аппаратно то же самое. С точки зрения процесса, наверное, на цену стоит обратить внимание, да, то есть если мы говорим про UltraStar, это проектная цена, которую вы получаете под объемы, с точки зрения голда там просто штучный ценник, который не меняется, сколько бы вы не покупали. Поэтому если вам надо 1, 2, 1, 2, 3 штуки, вы можете пойти купить VD Gold. Если у вас проект 20 штук или больше, приходите за ценой на UltraStar. Вот, наверное, основная разница. Я надеюсь, что разница в сервисе у нас уйдет. То есть сейчас у нас все-таки 2 разных моделях. ГСТ-шная модель, когда неисправные диски возвращаются к дистрибьютору, и VD-шная модель, когда вы можете их отнести и отправить в сервисный центр. Мы надеемся, что у нас заработает в этом году общий сервисный центр для всех продуктов. Это просто бойня Сталинградский, которая у нас уйдет уже не первый год с сервисом. Пока одну компанию нанимаем, она банкротится, мы там занимаемся подготовкой процесса со второй компанией, но уже вроде как на финишный прямой сервисом держим пальцем. Ну и такой чуть-чуть, наверное, детский, может быть, призыв, да, к действию. Что делать-то, да, со всей этой красотой, со всеми этими технологиями, да? Что делать вашему заказчику? Задайте себе вопрос, поддерживает ли ваша сегодняшняя система NVMe устройств? Есть ли у вас в сервере NVMe Backplane? Если их нет, насколько их легко, безболезненно можно туда установить? Если ответ на вопрос, да, умеем, то задайте себе вопрос, а почему я за те же деньги до сих пор на SATA? Если ответ нет, пока нет, то задумайтесь, когда у вас будет следующий апгрейд инфраструктуры, задумайтесь, когда вы будете менять серверную платформу, пускай это будет не в этом году, пускай это будет там недавно, только купили серваки, но там через 3-4 года вы будете обновляться. В идеале, наверное, в следующем году, если подкатывает, да, заложите, спроектируйте себе сервера, у которых будет поддержка NVMe накопителей. Вы себе просто упростите жизнь, там, с точки зрения консолидации ресурсов, с точки зрения простоты управления, неимоверно. Ну, вот так вот, да, просто запомните, что, по сути, самым простым, самым обычным интерпрайзным NVMe накопителем вы сможете выполнять в 5 раз больше работы, чем вы сможете выполнять в самом хорошем SATA SSD. Вот проще, чем это, наверное, и часто задают вопрос, какие задачи, вот какие задачи, хорошо, да, и это, опять же, все то, что идет со старых времен, когда говорили, что вот есть там ниши задач, под которые подходит NVMe, да, под которые ее там более высокой стоимостью она там может отбиться на базе, на виртуализации. Сейчас я не могу придумать какую-то дифференциацию, да под любую задачу, под которую вы покупаете SSD, вы можете использовать NVMe, абсолютно любую. То есть сейчас эти модели, они абсолютно универсальны, они рассчитаны на микс нагрузки, они рассчитаны на 70-30, на 80-20, они могут хорошо работать в read-intensive нагрузках. Да, то есть если у вас задача, там, на 90-процентную запись, конечно, лучше взять накопитель помощнее с большим ресурсом, но все остальные не нишевые задачи общего плана, вот совершенно смело можно переводить на такие накопители. Ну и такая чуть-чуть лирика, наверное, напоследок, да, уже пара минут, у нас будет час. Почему, мое мнение, наверное, почему все-таки вестерн, почему не другой вендор. Вестерн, я очень люблю этот слайд. Я знаю, что вестерн очень много вещей делать не умеет, ну вот откровенно, да, то есть за годы работы я видел много проектов, которые были завалены, да, когда было понятно, что наша компания, она для этого не подходит. Она не подходит, в первую очередь, для софтверных любых проектов. У нас очень тяжело развивается там какой-то высокоуровневый сервис, который можно было бы продавать там что-то кому-то, да, то есть мы хорошо можем работать по гарантии, но что-то такое более сложный сервисный, сервисный консалтинг, да, то, что бизнес, который развивается у других компаний, может быть круто и приносит им деньги, мы совершенно не умеем. То, что мы умеем делать, это фундаментальные инновации в железе. Вот тут у меня сомнений никаких в компании нет, потому что я видел этих вот 60-летних дядечек в белых халатах, которые впахивают и делают просто физику, да, то есть есть там парни, которые делают контроллеры, которые занимаются там микрокодом, там есть хорошие, есть слабые стороны. Но парни, которые занимаются фундаментальными исследованиями, фундаментальными инновациями, они вот чуваки из IEEE, да, Институт инженеров электроников, электронщиков, которые занимаются стандартизацией, занимаются патенталлением очень большого количества того, что в хайкуке происходит. У них есть такая мерилка, да, они смотрят патентные пайплайны хай-тек-компании, то есть по сути, сколько за год компания подала заявок на патенты и насколько они крутые. Методика, как они измеряют крутизну патента с точки зрения его реализуемости, с точки зрения того, какие изобретения на него ссылаются, перекрестного там всего этого опыления. И в этом рейтинге среди всех компаний мира, вот всего хай-тека, вестер находится на четвертом месте. По уровню инноваций, да, уступая Амазону, Гуглу и Эпл. Вот, на мой взгляд, компания более чем достойная. И в моем понимании это абсолютно отражает нашу философию, да, что мы вот туда, мы как бы в стороны инноваций. Как инновации с хардами, да, так и инновации с SSD. Ну все, я больше вас не буду мучить, ровно час у нас давать вопросы. Да, коллеги, если есть вопросы, прошу задавать их в чат. Если они есть, да. Да, я пока коллеги задают вопросы, немножко перефразирую Григория. Приходите к нам в НАК, и мы вас познакомим с Radix. Да, мы с компанией Radix тоже очень тесно сотрудничаем. Ну, собственно, это известно, ни для кого не новость. Поэтому, если есть такая необходимость, приходите к вашим менеджерам, к нам, без разницы как, мы вас познакомим, посчитаем, найдем решение задачи. Так, коллеги, вот не стесняйтесь задавать вопросы, если что-то стало непонятно, либо что-то, хотите, может быть, какие-то сакральные знания уточнили. Олег, Олег, так, есть ли SHD с NVMe? Есть, безусловно, SHD с NVMe есть. Они могут быть как вендорские, да, то есть у крупных ОЕМ-вендоров есть SHD. Я там по модели не знаю, но, безусловно, есть хранилки. Можно собирать SHD на NVMe на том же Реликсе прекраснейшим образом. То есть это могут быть и хранилки уровня Software Defined Storage. И третий вариант использования, это, как я уже говорил, это NVMe Overfabric решение, такая концепция дезагрегации, да, то есть когда мы берем и подключаем наши NVMe диски, не используя контроллеры SHD, да, мы просто подключаем наши NVMe диски в сеть. И у нас все серверы, которые находятся в этой сети, они могут видеть эти диски, как будто они установлены в них непосредственно. Причем, ну, не целиком диски, мы их можем резать на кусочки, на неймспейсе. И это третий вариант сделать общий доступ к NVMe. То есть не обязательно это реализовывать в виде традиционной SHD, которая будет вам из NVMe собирать луны, да, будет собирать шары, там, что-то такое. NVMe Overfabric – это вот такая чуть-чуть более, наверное, продвинутая модель использования. Мы ее обязательно обсудим, потому что продукт у нас уже на рынке был. Мы его просто не возили в Россию, он был на бродкомовском чипе сделан с шифрованием, мы не могли его использовать. Сейчас мы используем свои собственные чипы, и с ним, я надеюсь, все будет проще, мы их сможем привести, и поэтому тему NVMe Overfabric и NVMe SHD мы обязательно обсудим. Так. Так, ну, я думаю, закончили, да, с этим вопросом. Андрей Алексеев, по поводу платформы из ассортимента НЭК поддерживают... HBMI, да? NVMe. NVMe. А, ну, NVMe, да. Я по-английски символы читаю. Собственно, отвечу таким образом. Есть модели, которые в состоянии ньюка, вы знаете, да, компания НЭК разделяет свой бизнес на новые и бушное оборудование, да, есть поколение даже сейчас уже из бушного ассортимента. Я так немного общее отмечу, что как новое оборудование, так уже и бушное оборудование опционально поддерживает NVMe протоколы, как через PCI-Express, так и через форм-фактор U2, M2. Надеюсь, ответил на вопрос. Так, давайте дальше. Так, SLC, DLC, QLC и так далее. По сути, да. По сути, да. То есть сейчас, когда... То есть если мы чуть-чуть тронем историю флэш-памяти, да, то флэш-память, она очень долгое время развивалась в рамках одной плоскости. То есть флэш-память была планарная, и переход от поколения к поколению осуществлялся за счет уменьшения литографии. То есть мы переходили от 30-нанометровой памяти к 25-ти, потом к 20-ти, потом к 15-нанометровой памяти. И по мере этих переходов у нас качество памяти падало. То есть у нас, безусловно, снижалась цена, потому что на тот же самый кристалл мы могли разместить больше гигабайт, да, больше битов. Но у нас снижалось качество, да. И в связи с этим очень часто была такая ностальгия по SLC-памяти, да, которая работала быстро, один бит на ячейку. Но теперь после того, как у нас произошел цкачок в 3D, мы откатились в литографии назад очень сильно. То есть мы перешли на 3D, по сути, мы вернулись там к 30-нанометровой... Слышно, да? Да, слышно, Григорий. Так, что-то прерывается. Григорий, вы с нами? Вроде да, вроде да. Я просто когда пытаюсь включить и выпуск камеру, все отваливаются. Вот. Наверное, не нужно, давайте сохраним аудио. Да, да, да. Вот, сейчас, вернувшись, сейчас, перейдя на 3D NAND, мы вернули литографию к 30-нанометрам. Это очень большой размер ячейки, у нас очень большой запад по электронам. И поэтому использовать ее в качестве SLC, в качестве MLC можно, совершенно нет никаких физических препятствий. Это просто тупо дорого. То есть мы с одной ячейки будем получать в 4 раза меньше битов, если мы будем ее использовать как SLC, чем если мы ее использовали бы как QLC. То есть, безусловно, можно сделать нишевое решение, которое и сейчас будет SLC, но у нее будет не так много преимуществ, потому что с точки зрения износа, современный 3D NAND, он вообще норм работает. То есть сейчас для энтерпрайза норма – это TLC. И ресурс TLC ячейки на сегодняшний момент, он абсолютно устраивает большинство энтерпрайзных нагрузок. Вот, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Есть кластер в МВАРе в ССН, где используется просто один общий раздел между всеми гипервизорами, на что сейчас стоит обновить СН для ускорения работы баз данных под виртуализацией в ВАРе. Вопрос, наверное, все-таки ближе к сети, или все-таки вопрос, на какие диски, на что переезжают? Или вы хотите уйти от САН-сеть и интегрировать уже Ethernet-сеть, которая у вас есть? Или, Александр, уточните вопрос, пожалуйста, не совсем понятно. Ну, мне сложно, да, сравнить, наверное, на сегодняшний момент, насколько успешно может работать в Fiber Channel. На мой взгляд, это настолько глубоко энтерпрайзный стандарт, что там сложно что-то улучшить. Как человек, который 6 лет отдал на продвижение Fiber Channel, да, когда я работал в Bracket, мне сложно что-то придумать, чтобы на сегодняшний момент в энтерпрайзе было бы, скажем так, стабильнее, более надежным, чем у F-C. С точки зрения дисков, да, ну, первое, о чем стоит, наверное, начать забывать, это быстрый САС, да, это харды 10-15К, мы сегодня их не трогали, вот. Но, по сути, если у вас есть еще хранилки, у которых жесткие диски 10-15 тысяч оборотов, их, наверное, постепенно нужно выводить из эксплуатации, потому что продолжения рыночного этим линейкам не будет. Они, несмотря на то, что они крутейшие продукты, да, то есть у нас есть один замечательный инженер в компании, который заведует в теме, которые разрабатываются для жестких дисков, он говорит, парни, вот мы все привыкли к тому, что жесткий диск – это понятная штука, которая с нами всю нашу жизнь. Да, мы смотрим на нее просто как на, не знаю, на коробочку какую-то, вот. Жесткий диск – это самая точная механическая машина, которая изобрела человечество за всю свою историю. И понятно, что, да, что на этом рынке диски 10-15 тысяч оборотов – это просто вершина эволюции этой Феррари в мире жестких дисков. Вот, но именно по этой причине не получается делать дешево, да, и скорость, с которой снижаются цены на флеш-память и на диски 7-200, она абсолютно недостижима для дисков 10К, 15К. Поэтому любой SSD, он уже эту механику обскакал, да, и по скорости, и по емкости, и по цене. Поэтому с FC-сцены, если он у вас на хардах, конечно, самый простой переход на FC. Если вы уже сделали вложение в FC-инфраструктуру, ну, было бы, наверное, глупо с моей стороны предлагать вам переходить на гиперконвергентные какие-то штуки. Если у вас уже есть Fiverr Channel, если у вас есть свечи, поставьте себе All Flash FC-шный и вообще не знайте горя. Но если вы начинаете с нуля или вы переводите инфраструктуру, в которой нет еще таких тяжелых решений типа Fiverr Channel, подумайте о том, что можно просто сделать на дисках с помощью софтвертных решений, да, будь то VSEN, будь то что-то еще. Так. Так, вроде бы на все вопросы ответили коллеги, остались еще вопросы? А, пару вопросов про установление данных. Слушайте, ну, я, честно говоря, не специалист в этой области. Единственное, что я могу сказать, что у нас есть специфика нашей родной страны, да, которая запрещает ввоз дисков с шифрованием. Что делает, в принципе, задачу восстановления данных чуть более реальной. То есть если вы удалюли данные с дисков с шифрованием, вы потерли ключи, все, да, мы забыли про эти данные. В случае с накопителями, у которых нет шифрования, удаление осуществляется как бы, ну, там, перезаписью, да, либо просто исполнением, там, трима, наверное, на весь объем. То есть по идее данные, они все там же, если вы не запустили специальные алгоритмы затирания. Вот, поэтому, наверное, умельцы смогут. Ну да, здесь сложно говорить о целостности и сохранности этих данных. Ну, какой процент, да, что там возможно получится восстановить в том или ином виде. Но, честно говоря, рассчитывать на это особо не приходится. Так, давайте подождем еще минутку. Коллеги, если еще вопросы остались, прошу вас задавать их в чат. Мы постараемся ответить. Так, вот, вижу два человека, печатаю. Давайте подождем, сейчас зададут свой вопрос, я думаю. Все, спасибо вам, спасибо вам за добрые слова. Так, ну что, я так понимаю, больше вопросов у коллег на данный момент не осталось. Коллеги, всех тогда мы будем закругляться, да, я всех благодарю, что пришли к нам на вебинар. Очень надеюсь, что было интересно, познавательно, ново, может быть, да, какие-то вопросы для себя. Вы там подчеркнули информацию, вопросы для себя закрыли. Вот, я так понимаю, презентация у нас будет доступна для скачивания. Записи вебинара в том числе также будет. Можно будет посмотреть записи. Коллеги из нашего маркетинга, из компании, могут ее отправить. Если вдруг по каким-то причинам не придет, через ваших там менеджеров можно будет ее запросить. Вот, на этом, наверное, на сегодня все. Еще раз всем спасибо. Всем хорошего выходного впереди. Всем пока. Спасибо. Продолжение следует...